День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Вот о чём бы мы ни говорили, о культуре, концертах, обучении, всё равно вот всё в итоге сводится к деньгам, мне кажется. Вот для музыкантов очень важно всё-таки, чтобы получить всё-таки, ну не работать себе в убыток. Для студентов очень важно получить кредиты на обучение. И вот о возможностях личных финансов, о кредитовании мы хотели бы поговорить сегодня с руководителем финансовой платформы «Алтера», с Артуром Костиным, который сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Артур. Доброе утро. Доброе утро. Может быть, ну начнём, можем ли мы начать вообще с такой парадоксальной ситуации? Вот что делать, если человек никогда не брал кредит и вот ему предстоит, вот, например, студенты, которым предстоит взять кредит на обучение или, ну или какая-то другая ситуация. Вот что, по какой причине могут не дать кредит, что нужно сделать, какие бумаги собрать, чтобы как-то обосновать необходимость получения кредита и на хороших выгодных условиях. И на что обращать внимание при этом? Ну, видите, если мы говорим именно о студенческом кредите, то он такой и есть, в принципе, парадоксальный. Там нет особо на что смотреть. Всем понятно то, что студент, он есть студент. Если его не ищут судебные приставы, то с ним всё в порядке. А студенты не требуют какие-то сегодня зарплату или какие-то доходы или как-то что-то пояснить. Он учится, он предоставляет бумаги. То, что он сейчас находится в университете, он сейчас учится, ему нужны деньги на учёбу. И если это именно студенческий кредит, который вот именно официально студенческий, то, в принципе, ему его дают. А вот нас спрашивали слушатели, под какой процент в год получают кредиты студенты. И вот насколько сложно заключить договор о финансировании? Там процент небольшой, он примерно такой же, как на ипотеку. То есть там около 2-3%. Что касается... Это именно вот этот студенческий кредит. Его не нужно путать с простым потребительским кредитом с целью заплатить за свою учёбу. А если человек, ну это не студент, а собирается приобрести машину, может быть, это семья молодая, которая задумывается о приобретении собственного жилья. Вот здесь какие могут быть подводные камни? Получается, в первую очередь, наверное, когда семья смотрит, что она хочет купить недвижимость, наверное, изначально нужно подумать, ну, можешь ли ты платить за эту недвижимость? Вообще способен ли ты оплатить кредитный платёж? И вот интересно, какую же недвижимость покупать, если ты сколько-то зарабатываешь. Есть такие глобальные подсчёты по миру. То, в принципе, можно подсчитать так, что человек должен платить около 20% первый износ. И в среднем... Ну, это изначально, чтобы купить недвижимость, значит, он должен накопить денег. Это раз. И два, в среднем человеку нужно было бы платить около 15-20% в год за кредитный платёж. Это желаемый именно, потому что максимальный он там около 50, может быть, 40-50, но желаемый было бы где-то 20. То есть, допустим, если семья рассматривает покупку недвижимости в кредит на 25 лет, тогда, если семья зарабатывает, допустим, 1000 евро, то их недвижимость должна стоить около 40 тысяч евро. Если семья зарабатывает полторы, значит 60, если 2000, то 80. Ну, если, допустим, 4000 на семью, то 160 примерно тысяч. Если 5000, то 200 тысяч стоит недвижимость. Ну, то есть, мы исходим с такого расчёта, если семья берёт кредит на 25 лет с первым взносом 20% и платит примерно 15-20% от своих доходов ежемесячно. То вот такая таблица у меня сейчас перед глазами, которая, в принципе, по миру считается нормой. И тогда, когда они уже выбирают, что они хотят, они понимают, что окей, вот у нас доходы такие, платить можем столько, окей, обращаются в банк. Банк будет всегда требовать оценку по недвижимости. Оценка по недвижимости стоит чуть больше 100 евро, если это квартиры. Ну и тогда, в принципе, они её покупают, если банк даёт кредит. Почему банк может не дать кредит? Это могут быть причины, то есть, или слишком маленькая зарплата, и ваш кредитный платёж превышает больше, чем 50% от зарплаты, которую видно, что вы получаете. Второе – это какие-то, может быть, несколько быстрых кредитов. Третье – это задолженность, активная задолженность по кредитам или по платежам, где ты должен заплатить что-то, вот там за телефон, за свет, за газ, ты уже какое-то время не платишь, и банк это видит, может не дать тоже кредит. Также это могут быть азартные игры, не только казино, которое сейчас у нас сегодня закрыто, по-моему, но и онлайн. То есть, даже ставки на спорт, если они систематические, то банку тоже может это не понравиться. То есть, обращают внимание, насколько азартный потенциальный клиент. Скажите, пожалуйста, насколько вот эти быстрые кредиты могут испортить кредитную историю человека? Ну, видите, если они активны, если сегодня человек купил чайник в кредит, потом второй раз купил айфон в кредит, третий раз купил еще что-то в кредит, то у него и он сейчас до сих пор их платит, то это, получается, три кредита физически. И это считаются такие, как быстрые кредиты. Может быть, он еще взял какой-то там на что-то потребительский кредит. Банку не очень нравится быстрый кредит. Если это один-два кредита, и ты их выплатил, или там понятие на статок, то это окей. Но банк любит именно финансовую грамотность человека. Если человек, получается, берет кредит, чтобы отдать предыдущий кредит, и он находится в таком круговороте кредитов, то значит, что-то с финансовой грамотностью не так, и банку не особо нравится. А вот у меня вопрос. Все-таки 25 лет, если брать кредит, это действительно долгая история. Вот молодая, например, семья, которая может планировать то, что у них будет много детей. То есть, например, как поступать вот в этой ситуации, чтобы вы посоветовали? Потому что если через уже 5-6-7 лет появится несколько детей, потребуется квартира побольше. Но мы планируем, что все-таки ведь, может быть, будет и карьерный рост, вырастут доходы у главы семьи, он может все-таки продвигаться по службе. Вот как сразу пытаться приобретать большое жилье? Или, например, если они берут двухкомнатную квартиру, они могут ли затем, например, поменять на трехкомнатную? Ну, то есть, вот какие-то дела такого рода перетрубации? Да, конечно. Но, в принципе, нужно обязательно понимать, что недвижимость, ты всегда можешь продать, и тебе не обязательно там жить 25 лет. Это, наверное, такой главный и глобальный вопрос, который нужно понять простому нашему слушателю. То есть, если ты берешь кредит на 25 лет, двухкомнатную квартиру, то это не значит, что через 5 лет у тебя не могут поменяться планы, и ты можешь поменять что-то в своей жизни. То есть, через 5 лет, если все будет так, как было предыдущие 5 лет, то твоя недвижимость, она, а, вырастает в цене каждый год на 3-4%, то есть на, не знаю, 15-20% она выросла в цене, ты купил за 100, продал за 120 и отдал банку те деньги, которые ты брал у них в кредит, плюс ты еще какое-то время платил. То есть, нет вообще никаких с этим проблем. Ты с этими деньгами банковскими можешь вести себя как будто как со своими. Единственное, надо понимать, что их придется вернуть. Ну, вы сейчас описали идеальную ситуацию, когда чуть ли еще не в плюсе остаешься. Но бывает же и обратная история? Ну, бывает, но, к счастью, у нас с 2008 года обратной истории не было. То есть, вот у нас сейчас 21-й год на дворе, и уже 11 лет такой истории, в принципе, не было. И, ну, видишь, ты никогда не можешь кризис предсказать со 100% вероятностью. И, ну, ты или живешь сейчас, или же не живешь сейчас, что ты боишься, что что-то, может быть, придет. И, в принципе, те люди, которые, допустим, там, не знаю, в 12-13 году говорили, блин, ну, сейчас, может быть, будет кризис, я чуть-чуть подожду. Ну, вот они, наверное, уже ждут 8 лет. А если продолжать тему недвижимости, во что имеет смысл вкладываться? Ну, покупать недвижимость, там, в Риге – это спальные районы, которые чуть подешевле еще можно там пожить, или это новый проект, или, например, Юрмала та же самая, которую можно сдавать? Ну, у нас, как ни странно было бы, то самые активные сделки и больше всего сделок происходит сейчас все равно в спальных районах. Потому что, если взять то, что я до этого говорил про цену и доход, то если семья зарабатывает примерно 1,5-2 тысячи евро в месяц, то их недвижимость, она должна быть где-то около 70 тысяч, ну, то есть она может себе позволить недвижимость около 70 тысяч евро. А 70 тысяч евро стоит, там, трехкомнатная квартира в Куртсенсе. И там сделки происходят, это самый активный район, ну, не район, а самый активный сегмент, то есть микрорайоны, серийные квартиры, там, серии все, шестерая, литовская и так далее, они самые активные, которые происходят там сделки. Но, если мы говорим о долгосрочной перспективе, то у нас, получается, в Латвии количество новых проектов, оно очень маленькое по сравнению с серийными проектами. И оно меньше, чем в Литве, меньше, чем в Эстонии, не говоря уже о Европе. И у нас, в принципе, тенденция, ну, вернее, этот потенциал вырасти в новых проектах, он есть, и он большой. И к нам сейчас, ну, заходят всякие эстонские, литовские инвесторы, чтобы строить эти новые проекты, чтобы люди их покупали. И, то есть, в принципе, если сегодня мы понимаем, что, да, действительно, самые активные сделки происходят в серийных квартирах, то все равно желание новой семьи, оно на что-то новое, на что-то больше, на что-то лучше. То есть, вот семья, два человека, у них будут дети. Первое их желание – это жить в чем-то, что классное, новое, такое фреш, где классные соседи, и нет алкоголиков рядом и так далее. Вот. И, ну, тогда они хотят там жить, они как бы, ну, идут туда. Если совсем не получается, тогда как второй выбор – это серийные квартиры. Но со временем все больше и больше интересны новые проекты. То есть, если вопрос о перспективности недвижимости, то понятно, что новые проекты, они более перспективны в долгосрочном порядке. Замкнутый круг, получается, они более перспективны, но их нет. Они есть, просто их не так много, как в других странах. Их сейчас строят, и сейчас поэтому и, ну, все больше и больше появляется. А что можно сказать про небольшие дачные домики? Вот если посмотреть в сторону Салкраста, то видно, что буквально поля застраиваются небольшими домиками. Что выгоднее, вот брать какой-то типовой проект или начинать строительство, ну, то есть, вот привлекать строителей, то есть, медленное строительство на несколько лет, или сразу вот уже готовые проекты, которые, может быть, стоят чуть дороже, но зато сразу привезли, поставили под ключ? Ну, выгодно это что кому, если человек очень связан, ну, если человек технически очень связан со стройкой, и я думаю, что его, в первую очередь, скорее всего, не устроит то, что ему устроит как типовой проект, ему будет казаться, что нужно там как-то сильнее укрепить все лучше и лучше, тогда, наверное, лучше строить. А человек, который не разбирается и не желает разбираться в стройке, там вариантов нету, там просто нужно покупать этот дом у кого-то, тот же там типовой, нетиповой, это уже без разницы, но у какую-то фирму нанимать. Я бы не сказал, что сейчас есть очень много доступных частных домов, новых на продажу. То есть, сейчас у нас, в принципе, мы видим, что сейчас бум частных домов происходит. То есть, вот когда у нас до 2008 года был вообще бум недвижимости, бум всего, то сейчас бум частных домов. Сейчас продаются такие дома, которые никогда не продавались. И большие продаются, 500 квадратных метров, которые никому не нужны были, но теперь они становятся нужны. И какие-то дачи тряхлые начинают продаваться. То есть, люди посидели в ковиде на удаленке, поняли то, что в квартире не так-то и классно, а что бы было, если бы у меня было бы хотя бы немножко своей земли. И все хотят теперь свою землю, дом. Земли продаются. В принципе, вся наша... Вот в Латвии вся часть возле моря, весь этот рубеж очень взлетел в ценах. Там умножить на 2, умножить на 3, может быть. Большие крузки продаются, гектары земли продаются. Курзенскую часть скупают литовцы. То есть, там Лепа, Эвенспилс. Там литовцы смотрят. Салкрасты и Айнежи. Там эстонцы смотрят те земли. Литовцы вообще очень активно скупают земли в Лепе, потому что в Литве не так много и моря. То есть, Литва сама италиально больше, но именно зона моря, она у них меньше, поэтому они там скупают недвижимость. То есть, сейчас пиковые цены опять наступают, да? Ну, особо невыгодно вкладываться сейчас. Ну, на дома, я бы сказал, да. Ну, у нас, в принципе, каждый год пиковые цены. Вот с 2008 года у нас каждый год пиковые цены. Но на дома в этом году они такие более пиковые, я бы сказал. Спрос огромный, очень большой, и любая будочка она продается. Вот тут пришел вопрос от слушателя. На какой срок эксплуатации рассчитаны новые проекты и серийные дома? То есть, вот покупая их в ипотеку на 25 лет, вот, ну, 50, сколько они, 70 лет простоят? На серийные дома, видите, я так не могу ответить конкретно, но то, что говорят эксперты по недвижимости конкретно, то, что у них, у кого-то уже закончился срок годности, у кого-то он подходит как срок годности. И сейчас в Латвии довольно много программ депутатов начинают думать, чтобы реновировать дома. То есть, ну, какие-то дома уже отреновированы, но я имею в виду думать о программах, которые в обязательном порядке будут реновировать дома. Не просто предлагать, не хотите ли вы, именно вот в обязательном. Поэтому, вот, да, то есть, у серийных какие-то уже подходят даже к концу, а в новых проектах мне сложно ответить. Надо спрашивать, наверное, у их самих эту гарантию. Я даже покупаю квартиру, если честно, не спрашивал. Ну, к слову сказать, не так давно в эфире «Болткома» был специалист из технического университета, как раз по советским типовым застройкам, который сказал, что если вовремя менять несущие узлы, то еще лет 50 стоить дома простоят. Нам делаю знак, что время эфира истекло. Артур, огромное спасибо, что были с нами, ответили на наши вопросы. Артур Костин, руководитель финансовой платформы «Алтера», участвовал в нашем эфире. Мы с Олегом Пегом прощаемся. До свидания, хорошего дня.